Ловися Что же, юханье не едет Ловися Ох, много силы Понадобится ей для нашего дома Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и весит Тяжело Не навредите себя, молодая хозяйка Ах, вот такие Правда, вы Сильная и стойкая женщина А уж в этом доме Невесткину спину гнут не жалеючи Ужат с водой меня не согнет Хета вот способна душу вымотать Да и не говорите А вольно же вам сносить ее выходки Ай-яй-яй, вам опять дурно? Сердце В этот раз тяжелее, чем когда первого ждал Работаете словно крепостная Хотя родом из богатого дома Чего справлюсь? Где ключи от погреба? Надо приготовить кофе для хозяина Принеси немного сливок Пожалуй, не посмею Хета рассердится Если кто-нибудь из нас сливки снимать будет Ну, сейчас они примеряют наряды с Идой Кустова Кустова, одно мучение с тобой Смотри, ловится, смотри, как красиво Смотри, какие роскошные кружева на рукавах Ну, ни минуты не постоит спокойно На прошлое Рождество Я шила точь-в-точь такое же платье Ленсманша, без кружев А Кустове нужно из кружева Так Кустову же помоложе будет Мне кружева не покупали А на что они тебе? Все равно жениха не найдешь Хоть вся кружевами обвешайся Твои приданные уже трижды латали Кустова, Кустова, заказ отдеру И твоих сватов, Кустова Что-то этим летом не слыхать Будет вам ссориться-то Лиса, сходи же за сливками С каких это пор, Лисе Разрешено ходить за сливками Сколько раз надо говорить, что в этом доме Только я снимаю сливки По тебе оно и видно Лиса Эх, ловися Позволяешь Хете помыкать собой Эх, Кустова Охота тебе вечно ссориться с Хетой Вот я и говорю Кустов Кустов Мамзеля мне в скворе совершенно не воспитывай Никакая я ломни мамзель Если Хеппи нравится быть мамзелью, то пусть Ловися, а правда, что все старые девы мамзели Чиховить же им, конечно, себе палец у кого Уже совсем стемнело и дождь собирается Где же это Юха не задерживается Ну, знаешь же, это эти собрания Если Юха не изберут депутатом Сэйма Нас пригласят на бал Ловися Мы тебе тогда сошьем черное шелковое платье И накидку, как у матушки И поедем в Хельсию Пусть давно Идем Хета Лопнет от зависти Если Юха не изберут И Ловися пригласят на бал А Хету с собой не возьмут Да, я представляю себе нашу Ловису На званом балу Ни разу на поезде не ездила И расписаться-то как следует не умеет Времени не было, милая Хета, научиться Как у мамзели Низковори Не печалься, я тебя научу, если Юхани не научат Какое вам Юхани репетитор Будь то у хозяина Низковори, другого дела нет Как свою жену грамоте учить Матушка Я же думала, вы легли уже К вам пришла Помоги-ка мне Вот, правильно сесть Поудобнее Там В темноте так Тоскливо и Одиноко Юхани скоро приедет Я слышала За озером лаяли собаки Зачем вы встали, матушка? Ты сквозняк такой Хотите, я разотру вам ноги? Разотри Только не очень больно Тебе такая сила в руках Рабочие руки То верно, то верно Ой, Ида меня уколола Маменька, нас пригласили к племяннице судьи на именины Говорят, и молодой магистр будет Ну что ж, танцуй Танцуй, моя стрекоза И Лоиса тоже должна пойти Ну ты что, я-то зачем? Ну все-то не могут поехать Кому-то и за матушкой присмотреть надо Я останусь дома Пусто вам Молошница принесла счет за молоко Малевина еще моет бидоны Добрый вечер О, глядечка Какой подарок вам опять прислались Мир вашему дому И благословения Мир вам, хозяйка Низковори Мир тебе Мир, бедный Йонас Ну что, опять бедного Йонаса В Низковори привели? Опять Привели к вам нищего старика Будто домой Хотел сразу лечь В свой угол на кухне Вот Марти меня сюда затащил Надо накормить Йонаса Как поживаешь, Йонас? Хорошо живу, добрая хозяйка Дом Низковори для меня Как золотой дворец доброго короля Во всем приходе нет Хозяйки милосердней, чем старая хозяйка Низковори Молодая хозяйка женщина Тоже расторонная, бодрая Ну, миску-то с кашей Йонас мог бы получить и без такой похвалы Вот ужин для Марти Йонаса Пожалуйста, к столу Благодарствую, малая хозяйка Благодарствую Принес ли Йонас новые песни? У Йонаса всегда найдется Что спеть, молодой барышня Ну, спой, Йонас, спой, чтобы заслужить ужин Ну, слушай Ай, но с Ильмари гуляли Ой-йока-ой Цветы в поле собирали Ой-йока-ой Рвали розы, были грезы Ой-йока-ой А потом, конечно, слезы Ой-йока-ой Дайте человеку поесть Мальвина, выпей чашечку кофе Спасибо Здравствуй, Йонас Ты опять здесь поешь? Пою помаленьку Да это что я матушку встретил Ох, горлостая она, баба Просто даже не верится, что у нее такая пригожая дочь Раскричались они там, Йонас и матушка Йоза У них видно старые счеты Юз не по душе, что Йонас много знает А Йонас все известно У Йонаса кошачьи глаза, они в темноте видят А в долгие осенние ночи Многое увидишь из окна кухни Только не обо всем говоришь И не говори, чего не следует Старит Опять Йонас разболтался Да вы бы послушали, как они раскричались там у ворот Йонас и матушка Йоза Матушка Йоза прямо шипела и кипела Охота вам слушать Стариковскую болтовню Я вижу, сплавщики взяли очень много молока Да, их самих немало было Один из сплавщиков пытался поцеловать Мальвину Такой красивый парень Я тоже присмотрела себе одного Пойдем к ним завтра, Мальвина Вот девчонка Один ветер в голове Ой, Ань Лоис, тебе нужно обуздать ее А будто с этого польза какая Как здоровья, матушка Ну, как дела, Мальвина У Мальвины все как по маслу Знаешь, тот кудрявый парень Говорит, что Мальвина цветущая девушка А ты не ревнуй Ну, а что же я Не мужик, что ли? Ну, зачем, Таня, что ты себя строишь Как зачем? Ведь всем известно, что Анти с тобой шашни водит Ай да анти Неужели анти? Ну, а что же тут смешного? Вы посмотрите, какая красивая пара А вы не можете о чем-нибудь другом? Посидите Зря остановишься, парень Мальвина Нарежка тебе не по зубам Кто ты такой? У тебя ни кола, ни двора Вот матушка Юза так говорит Мальвина будет хорошая хозяйка Из нее хорошая хозяйка дома получится А на мне вот никто не женится Даже старый Юнас не берет Вы молчите Кажется, Юханин Приехал Марти Ступай, распрягай лошадь А ты ловися Лучше бы накрыло на стол Ты сама Могла бы это сделать Добрый вечер Добрый вечер, хозяйка О, Юнас здесь Опять наши края потянула Опять Приехал ты До дождя Успел С хозяином Никеля На перегонки гнались Ловися Налив мне квасу Что-то в горле пересохло Ну, рассказывай, наконец А то мы словимся, как на иголках Ой, нет, ну правда, Юханин Ну, как все получилось? Теперь я депутат сейма Избрали почти единогласно Благослови тебя, Господь Сын мой Нет, ну, я не чуточки не сомневалась Не чуточки Юханин Я поздравляю Я тоже не сомневался Высоко Высоко взлетел рот Книжского воре Под стать королям и царям Что я говорила? Теперь нас пригласят на бал Ура! Ну и сорока же у этой кустово Ты никуда не поедешь Таких, как ты Сорок в столицу не берут На что вы все радуетесь? Сейчас самая срода Кто будет за домом смотреть? Ну, Анти вполне управится Да не беспокойся, Юханин Я за домом присмотрю Ну и ну А кто же за хетой присмотрит? Не беспокойся Я сама за себя отвечаю Оно так и лучше Потому что ни один мужик с тобой не справится Помолчали бы вы Анти и Кустова Правильно говоришь, мать Вечно у них перебранка идет Мальвина Проводи-ка Юнаса Устрой его на ночлег Пойдем, Юнас Спасибо, дорогой хозяин Спасибо, милая хозяйка За все Спасибо За такой красавицы Я охотно пойду Пустишь меня к себе, красавица Пойдем, если пороху хватит Наверх поднят Зачем же ты старика обманываешь Ты же теперь в избе спишь Тот красивый сплавщик поселился наверху А хета к нему Мальвину не подпустит Ну, замолчи и Кустова Сплавщик Мальвину северной красавицей назвал Да замолчи ты Да, вот значит Из низкого орехса им как по дорожке Хета Помоги мне добраться до постели Вовеса и Кустова Помогите матушке Хета и Кустова Проводите матушку Ладно Я тебя понимаю, Юханя Понимаешь, да слабо Зайди по колне потом Юханя, потолку ему Не позволяй Хете помыкать с собой И хозяйничать Я ведь только невестка в доме Я-то так привыкла распоряжаться всем и командовать Мне не хотелось бы с ней ссориться Ну, в общем, я сделаю все, как ты хочешь Значит, ты едешь В Сейн А мне здесь одной оставаться Да, тебе придется вести хозяйство У меня много дел впереди И надо прекратить командование Хеты Юханя, я должна тебе кое-что рассказать Я, по-моему, что-то ужасное сделала Что же ты натворила? Понимаешь, отец пишет, что он продал леса на 50 тысяч Ну-ну Мне уже и так много Понимаешь, и я попросила отца Дать нам 30 тысяч в счет моего наследства Чтобы Кустову Хету выдать замуж Чтобы они не жили тут Отец согласился Он завтра уже приедет и привезет деньги Вот это да Ну, вот, Тихоня, что придумала Молодец Молодец Вот теперь Все будет в порядке Так это бы неплохо Выдать Хету Вот только если бы твой отец дал столько денег Чтобы мы могли откупить дома остальных Знаешь, в Нижней деревне поместье продается Купить бы его для Анти Это было бы хорошо Мне кажется, он не просит жениться на Мальвине Что за чепуха на Мальвине Что тут удивительного У него же ведь ребенок от Анти Тихо, кто же на служанках женится Не будь таким жестоким Мальвин очень хороший человек Я бы вообще не возражала, если они любят друг друга Ну, хватит Это, право, низковори какие-то странные А Кустове не прочь посвататься сын Мартела И ей он по душе Вот бы обе их с честью и выдали Ух и бойкая ты От тебя бы все Мне кажется, что отцовских денег еще кое на что хватит А что если нам, Юхань Купить диван и два кресла Как в гостиной у пастора И зеркало, Юхань, старинное Там продается Я поэтому попросила отца уже завтра приехать О, какая ты у меня На такую хозяйку можно положиться Юхань Я так рада, что тебя избрали в цель И что ты гораздо умнее и сильнее других мужчин Ты знаешь, отец так всегда говорит Только ты должна мне помогать Ты должна взять на себя все заботы по хозяйству Я все сделаю, Юхань Я так тебя люблю Пойдем спать Посмотришь, как спит наш маленький мать И он, наверное, тоже счастлив, что его отец стал депутатом Ты хорошая женщина И добрая мать Ты только Не забывай о нас там Ельзинки Не волнуйся Что это? Ой, Юхань Ты заметил Зеркало Ты понимаешь Мы сегодня ездили с Кустовой Купили его уже у старой барыни Завтра мы его повесим Ну что ж И ты, и твои дети Будут смотреться в это зеркало В которое смотрелись разные Там юбками шуршали И нас, крестьян, презирали Так что ты смотри В это зеркало Моя хозяйка Нисквой Есть на что посмотреть Моя хозяйка Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да что это ломается, так знаю я вас, ведь ломается. Ничем ты не лучше меня. Такой же мужик, только твоего деда была земля, а моего не было. А в работе тебе само не подвигаться. Подлец. Зачем же ты моих гостей выгоняешь? Отчего этот никодяк повадился к тебе? А тебе-то какое дело, хоть бы их десять было. Ах, вот значит до чего дошло. А почему бы и нет? Да уж не своди меня с ума, убью. И себя и тебя. И ты один с ума сойдешь. Юхань, дай мне уйти отсюда. Зачем ты меня мучаешь? Я не могу тебя отпустить, понимаешь? Ты к другим пойдешь. Ну и что, ведь и ты с другой. Зачем ты меня здесь держишь? Мне так тяжело смотреть на тебя словес. Ты ведь ни разу не пришел ко мне, хотя я тебя каждую ночь ждал. Не своди меня с ума, Альвина. Все время думаю о тебе. Не надо, Юхань. Я должен знать, что ты где-то здесь, где-то рядом. Когда ты здесь, мне легче жить. Пусти меня. Ни за что. Я приду к тебе сегодня утром. Вяжи меня в шесть часов утра в избудке. У озера. Ловися. Боже мой. Что ты кричишь, ловися? Тише, тише. Ловися. Дай мне сказать. Ну вот. Все, побери. Ну и каша заварилась. Спать идите все. Ловися кричала так, будто ее тут резали. Может быть и резали. Боже мой, Юхань, пойди за ней, посмотри, куда она побежала, чтоб с собой ничего не сделала. Да пусть хоть в озеро бросается. Ты бы рада была. Может быть и еще кое-кто. Ну что ж, теперь Мальвине придется убираться отсюда. Может и тебе придется. Мальвина, не плачь. Тебя Антик проводит домой. Я приду завтра. Господи, что за шум? Сюда нельзя. Юхань, иди за Ловися, иди за ней. Ида, где Ловися? Почему Хета не пускает меня в спальню? Угу. Главни сковори такие творятся, что нам с тобой их никак не понять. Может еще свидетелям придется на суд идти. Анти приходил? Нет еще. Господи, Кустовый, что с тобой? Да где ты так промокла? Юбку-то хоть выжимай. Господи, Боже мой, что с тобой? Лодка перевернулась. Отец Ловися в избе. Угу. Ничего. Ты обыскал сарай в конце зая? Да, да. И лес обшарил. Юхань с отцом Ловися, он ничего не говорил? Нет, Хета ему так ловко набрала, что Ловися уехала к Альбертине в Нижнее село, и что за ней уже послали. Как она ребенка? Через окно в спальню вынесла. Ведь она уж так высоко. Ой, ну Ловися куда угодно залезет. Часа в два ночи я проснулась от детского плача. Видимо, она в то время за ними приходила. А вдруг они оба на дне озера лежат? Дуры вы! Что жара и ребенка губить станет, даже если сама топиться захочет? Юхань уже обыскал каждый уголок в доме. А Хета ходила в деревню к пастору. Лиса, сходи-ка за дровами, здесь холодно. Куда Лови сиделось? Она в спальне спит. Слышишь, она спит. Ну, давай, иди. Ну что, ничего? Нет ее нигде. Я все обшарил. И леса, и берега обыскал. Высечь бы ее надо. Убежала из дома, будто дикий зверь какой-то. Тебя бы высечь не вредно. Быстро она переняла манеру низко у Ори в лес бегать. Да. Стоило издалека такое привозить, будто в своем приходе не нашлось бы. Еще ребенка с собой взяла. Не вовремя приехал ее отец. А что, если она совсем не найдется? Глупости. Из низкого Ори многие уходили и всегда возвращались. Ловиса не такая, как мы. Ну, как же, конечно. Она гораздо умнее. Черт тебя побери, Хета. Помолчи, иди искать. Хватит с меня. Никуда я больше не пойду. Да и матушка расхворалась. Анти, помоги-ка ей спуститься вниз. Ей там наверху не лежится. Хочется обязательно с нами быть. Ничего не скажешь, резвый жеребец. Только за копытами надо ухаживать. Да, ты здесь хорошо поработал. Да, вот новый хлеб недавно начали строить. О, здесь тепло. Вот мы и погреемся. А то продрог я на конюшне. И дождь идет. О, Вильгельмина. Так и становишься снова младенцем, когда земля готова принять тебя в свою лону. Ну, 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 что ты ерунду говоришь, Вильгельмина. Ну, если еще не вернулся? Нет еще, матушка. Но скоро придет. Ну, скоро придет. Мы послали за ней управляющего. Я устала, Юханин. Я очень устала. И сердце валит. А не лучше ли бы тебе, Вильгельмина, в постели полежать, а? Как-то спокойнее среди людей. Да. Угощайтесь нашими яблоками, дядь. Сегодня такой ветер был. Много яблок нападало. Спасибо, спасибо. Да, здоровенная была буря. Несладко было. Такое стало. Дай мне яблоко. Хоть бы ловица скорей пришла. Придет она. Ловица должна вернуться. Должна. Сену убрали. Да. Еще позавчера. Поэтому смог приехать. Ловица мне все лето покою не давала. А ты в Хельсинки скоро едешь? Пока неизвестно. Но в будущей неделе здесь будет заседание финской партии. Говорят, сенатор будет. Да. А потом должны у нас здесь остановиться. О, какие у вас собрания ожидаются. Значит, я вовремя с деньгами приехал, да? Ловица мне писала, что у вас на днях будет аукцион, в соседнее дворянское имение с молотка пойдет. Да. Вы там собираетесь мебель прикупить? Вот как. Интересно. А нам Ловица ничего не говорила. А, у Ловицы всегда свои планы. Это она только с виду такая тихоня. Да, да, да. А сама ходит себе, там чего-то размышляет. Управляющий поехал за ней к Альбертини. Давайте все расскажем, дядя. Юхани, а ты лес уже продал? Тебе приезжали и спорить смотреть его? Приезжали. Давали очень мало. Говорят, сплавлять трудно. Господи! Господи, вот она, Ловица. Дай-ка я спрячусь, чтоб девка меня не сразу заметила. Дай-ка. Наконец-то, Ловица! Где ты так долго была? Ловися. Спасибо, что пришла. Отец твой здесь. А вот и я. Ну, здравствуй, дочка. Здравствуй. Что с тобой? Ты что, больна? Здравствуй, отец. Нет, я не больна. Садись, Ловися. К тете Альбертине такая плохая дорога. Трясет страшно. Да. Да, и надо же было именно сегодня к ней пойти, когда отец твой приехал. Муж тут охали. Как себя чувствует тетя Альбертина? Ничего. Привет просила передать. Тетя Альбертина. Что с тобой? Ловися. Ты какая-то... Какая-то не как всегда. Ничего, отец. У меня все хорошо. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. А ты анти водочки. Наконец-то ты пришел. Спасибо. Ух ты, ух ты какой. Спит, спит. А вырос, вырос, ух ты, кукуль-бальвушки. Ну ладно, не будем ему мешать. В Низговоре всегда хорошо гостей принимают. А помнись, Ловися. Да. И быстро с ними роднятся. А мы тут с твоим отцом планы на будущее строили. Вот как? Планы на будущее. Да. И тебя они касаются. Твоя помощь нужна. Ну что же. Дом у вас хороший. Хозяин пригожий. А наследник из села лучше будет. А твой отец как лес продал настоящим Дедом Морозом стал. Так что тебе ловится жить, не тужить. Ты прав, отец. Что мне тужить? Что это? Будто звук какой-то. Видно, колесо жизни на камень наскочило. Но жизнь всё-таки идёт вперёд. А под колесо ничего не попало. Ну, будто плачет кто-то. Да это маленькой мати. Проснулся и заплакал. Мама! Мама! Умерла. Юхань, давай отнесём Бельгельмину на кровать. Субтитры создавал DimaTorzok Едва ли раньше мужчины тебя на руках носили. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, я плакать не буду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Презвали меня — я пришла я хочу знать понимаешь — я хочу всё знать всё это очень много Скажи почему он не женился на тебя после того, как у тебя родился ребенок Из за низкого Columbus Этому дому нужна была богатая хозяйка у вас были деньги Ну, хорошо. А почему он оставил тебя в доме после того, как мы поженились? Почему ты не ушла? Я уходила. Он привел меня обратно. Привел обратно, как любовница? Нет, нет. Он не приходил ко мне после вашей свадьбы. Зачем же ты вернулась? У меня не было сил расстаться. Я уходила, но ноги сами привели меня обратно. Животные, звери. А вы, хозяйка, ничего в себе звериного не чуете? Верно. И я становлюсь зверем. Он спал со мной, а думал о тебе. Не надо. Не надо, хозяйка. Садись, Марина. Скажи мне, какой силой ты его удерживаешь? Я никогда не удерживала его. Я тем самым привязывала. Я знаю. Между вами нет ничего общего. У вас же только плотская. Вот он говорил, например, с тобой о своих планах на жизнь. О том, что финский народ строит финское государство, о том, что детей надо отдавать в финские школы, в университет. Нет. О том, как надо засеять Полянецкого в Уворе, как перестроить этот дом. Нет, я об этом не говорю. О чем же он говорит с тобой? Это ни о чем особенно. Только скажет иногда, что я красивая, что он меня любит. Боже мой. Неужели это и есть любовь? Не знаю. А я знаю. Когда любишь, то совсем не думаешь о себе, только о счастье другого. Ты могла бы так любить Мальвина. Я ни словом не попрекнула его, когда он женился на вас. Это нужно было для его счастья. Он может жить без меня, но без этого дома не может. Хорошо, что ты это понимаешь, Мальвина. Тогда ты, наверное, поймешь и то, что теперь, ради его счастья, ты должна покинуть Несковорю. Его избрали в Саим. Ты понимаешь, что произойдет, если его обвинят в незаконной связи? Я не хочу ему мешать. Если ты любишь его, ты должна ему помочь. Что я должна делать? Уйти отсюда. Уйти навсегда, исчезнуть из его жизни. Если ты оставишь ребенка у своей матери, я помогу воспитать его. Но ты должна уйти в такое место, где он тебя никогда не найдет. Он не сможет меня забыть. Его сердце найдет меня всюду. Он должен тебя забыть. Куда мне уехать? На севере живут мои родственники. Я пошлю тебя туда. Ну так как, Мальвина? Хочешь ему помочь? Или хочешь погубить его жизнь? Я уеду, хозяйка. Уеду. И ты уедешь до того, как он вернется из Хельсинки. Он не должен тебя больше видеть. Ты обещаешь мне это? Обещаю. Я уеду завтра же. Мальвина, может быть, ты хочешь выйти замуж? Вы могли бы с Марти пожениться. Мальвина, я дам вам денег на другую. Спасибо, хозяйка. Я уеду одна. Деньги, Мальвина. Деньги. Спасибо, но я вам вашего мужа не продаю. Мальвина, надо же мне как-то налаживать эту жизнь. Я всегда буду тебя уважать, Мальвина. Ты пойми, я имею право тебя не щадить. Меня ведь не пощадили. Да. Вы имеете право на все, хозяйка низковори. Только несправедливо распределены права в этом мире. Мне вот дано только одно право. Оставаться одной. Прощайте, хозяйка. Мальвина, куда же... Ловиса, что с Мальвиной? Матушка Юза хотела бы с тобой потолковать. Пусть войдет. Что с Мальвиной? Ты не слишком строго обращалась с ней? Нет, приведи сюда Юза. Добрый вечер, хозяйка. Добрый вечер. Добрый вечер, Юза. Присаживайтесь. Я давно хотела прийти к вам, хозяйка. Все это так неприятно. Да и вам нелегко. Ну, вы не думайте. Мальвина никогда не говорила, что ребенок от хозяина не сквори. Даже когда пастор на исповеди хотел у нее все выведать, она ни словечка не сказала. А пасторша-то специально пригласила Мальвину на кофе. В присутствии всех заявила, что богатые не сквори, обильно посеяли свой род по всему приходу. А Малина ей ответила, что дети без отцов родятся не только у богатых, но и у бедных. Ну вот, теперь-то я и нашла место молочницы в Хололло. А может быть, хозяин согласится уплатить что-нибудь за сына? Ну, так бы обидно было. Мальчик-то такой красавчик растет. И я бы с ним поехала. Вы кончили? Да, хозяйка. Хотя, не знаю. Послушайте, Юза, я велела Мальвине уехать на север к моим родственникам. Вот адрес и деньги на дорогу. Она должна уехать завтра, она обещала мне. Господи, господи, 300 марок. Какая вы добрая хозяйка, щедрая-то какая. Ну, конечно, конечно, Мальвина должна уехать. Но мальчик останется с вами, и мы о нем позаботимся. И помните, Юзы, вы никому, ни словом не обмолвитесь, куда дело с Мальвиной. Вы обещаете мне это раз и навсегда. Если в течение пяти лет никто не узнает, куда дело с Мальвиной, вы получите еще столько же. Но если ее след обнаружится, вы не получите ничего. Господи, господи, хозяйка, да вы можете быть спокойны, измерить слово, ты клещами не вытянешь, ты из-за Мальвину я тоже ручаюсь. Господи, какая вы добрая, щедрая, и денег сколько дали. А вокруг говорят, что в низковоре трудные времена наступили. Идите, Юзы, хозяин договорится о вашем пропитании. Ой, спасибо вам, хозяйка, спасибо. Вы такая добрая, такая щедрая. На Мальвину даже не сердитесь. Идите, Юзы. Спасибо вам, хозяйка. Спасибо, спасибо, добрая, такая... Что ты сказала Мальвине? Я выгнала ее. Я была зверей. Жизнь дала мне дом, деньги и волчьи клыки. Может быть, и надо быть зверем, чтобы она не рушила. Прости меня, Господи. Добрый день. Добрый день, добрый день. Кончили сеять рожь? Кончили. Хозяин вот сам сеял. С двумя лошадьми за днем шли, еле поспевали. Ну, работа спорится, когда хозяин дома. Да. Понятно. Дорого нам обходится заседание сейма. Новый работник? Слишком грубо. На лошадей кричит. Я же говорил ему, но уж такой он боевой мужик. Чертовски много в нем пороху. Тебе подать кофе? Нет, обед скоро. Вот и анти идет. Хадах. Пойди посмотри. Истопили ли баню? Да. Интересно. Где анти был? Это его дело. Не кусайся. Пойдемте, Вехина. Ну, что сказал Ленсман? Говорит, пытался наводить справки, но... Мальвина будто сквозь землю провалилась. Пытался. Так уж он и пытался. Знаю я этого Ленсмана. Ему нужно год, чтобы письмо составить и еще год, чтобы его отправить. Ты же его знаешь. Думаешь, приятно говорить, что мы разыскиваем Мальвину и ее ребенка? Ну, что у него есть четкие указания в уставе. И раньше ему приходилось разыскивать беглых работников. А тебе нужно было сказать, что от нас сбежала молочница. Вот и все. А что скажет моя невеста, когда узнает, что я разыскаю Мальвину? Это же мне обещают. Все, в Тампоры я больше не поеду, хватит с меня. Мало ли их броют по белу свету. Кто бы ее заметил. Может, ее и в живых уже нет. Ты что, хочешь свести меня с ума, да? В живых нет. Анти, я должен найти его. Понимаешь? Если надо, весь свет объеду. Ты с ума сошел. Возьми себя в руки. Не могу. Не могу, понимаешь? Черт возьми, ну не могу. Ну, что ж ты собираешься? Двух жен иметь, что ли? Не знаю. Ничего не знаю, не хочу задумываться. Найти ее главное. Может, она сейчас мается где-то одна, мыкается с ребенком. Ты что ж думаешь, и здесь было сладко? Здесь я был с ней рядом. И никто не смел дотронуться до нее. Да не сходи с ума. Депутат Сеймов помешался из-за какой-то бабы. Не знаю, может, я в самом деле сошел с ума. Пей. Ты помнишь, как она первый раз пришла сюда? Такая красивая, гордая, недоступная, а вечерами училась, как другие девки над ней смеялись. И делала вид, что не замечает тебя. Однажды вечером, в сумерках, я шелся на косо. А она мне навстречу шла, по краю башни. и пришла прямо в мои объятия. И с тех пор не уходила. Сам виноват. Зачем женился на Ловисе? И это ты мне говоришь? Ты мне это говоришь? А ты? И хеда меня чуть живьем не съели. И матушка тоже. Депутат Сейма. Общественный деятель. Хозяин низкого ори. Будь здоров. Хватит пить. Покорить судьбе. Не обижай Ловису. Завтра приедут важные гости. Я должен речь приготовить. А мне жить не хочется. Братцы все секретничают. Выпивайте. И поем. Ай, на сыл море гуляли. Цветы в поле собирали. Ой, йо-ка, ой. Баня готова. Баня готова. Розы. Были розы. Ой, йо-ка, ой. А потом, конечно, слезы. Ой, йо-ка, ой. Ой, рад тебя видеть с вязанием. Хотя в доме нашлось бы и более путное дело. Уша-то с водой носить. Нет, спасибо. Это у нас только новая молодая хозяйка делает. Это уж ее дело. У двух коров воспалилось вымя. Пошел бы посмотрел, понимаешь, столько же, сколько ветеринар. Да ты уж говори прямо, Лоиса. Говори, мужик среди бела дня сидит с бутылкой. А она ни слова. А что мне говорить? Это счета за работу каменщиков. Я сама записывала, управляющий часто путает. Спасибо, Лоиса. За мужиками нужен глаз да глаз. Да уж не влюбилась ли Лоиса в молодого красавца-каменщика. Юнас всем рассказывает, что Лоиса то и дело смотрит, как строит фундамент. Это не дело хозяйки низкого оя. Вот хета всегда знает, что хозяйке надо знать. А мне нравится смотреть на работу каменщиков. Когда руками человека воздвигается здание, которое будет стоять в века и которое не поколеблет никакие бури. В жизни все так шатко и недолговечно. Верно. Это ты правильно подметила, Лоиса. В жизни все очень переменчиво. Но ведь ты собираешься посеять в душе человеческие нечто вечное и постоянное. Что это научил тебя так мыслить, Лоис? Юхани и этот дом. Ты слышишь? Ты умная женщина, Лоиса. Знаешь, Лоиса, мужчины хвалят тебя, потому что у них совесть нечиста. Не забудьте про баню. Ну и змея же ты. Перестань. Перестань грызть Лоису. Удивительное дело. Рта раскрыть не дают. Юхань. Хита, с тобой Эда хочет поговорить. Не ври. Я ухожу, потому что моего общества здесь не хотят. Хотя ваши секреты мне давно известны. Если вы Мальвину ищите, то могу адрес дать. Где она? Вы плохо обследовали дно озера. Змея, сколько же в тебе яду. Что ты по Мальвине сохнешь? Не первая она у тебя и не последняя. Знаю я вас. И себя знаю. Это очень хорошо, что себя знаешь. Не проваливай отсюда. Пожалуй, пора. Что с ней поделаешь. Юхань, матушка Юза пришла. Ты хотел с ней поговорить. Пойдешь в кухню или мне ее сюда привезти? Зови сюда. А если Лоису увидит? Я сказал, зови сюда. Не будь груб с этой бабой. Бедняжка и так не терпелась. Юза, заходи, заходи. Садись. Ну что, Юза? Все никаких известий. Никаких. Я ничего не знаю. Слушай, Юза. Это будет лучше, если ты мне правду скажешь. Что здесь случилось перед уходом Мальвины? Вы с ней поссорились? Я ничего не знаю. Я была здесь, когда вы уехали. Было поздно, я осталась ночевать на кухне. А утром хозяйка угостила у меня кофе, я заболтала с Леисой. А когда домой пришла, дверь была заперта и ключ под приступочек. Ну, Мальвина, ты же так ключ под приступочку прятала. А в домике никого нету, ребенка нету, вещи все собраны. Уж звала я, звала, кричала, кричала, все, ничего. Письма ждала, так и нет письма. Господи, ведь денег у нее никаких не было, кроме тех, что она поденщина заработала. А юбку, юбку, чтоб ей подарили, не взяла с собой. И материал, что синий, вот синий материал, что хозяйка стала... Я это уже слышал. О чем она говорила с тобой перед уходом? Ой, не знаю я, ничего она не говорила, когда мы в низковый ворец шли. Всю дорогу только плакала. Разве она была здесь? Когда? Я не знаю. В тот же вечер. Люза, ну говори мне правду. Кто послал сюда ее? Я не знаю. Кустова приходила за ней. С кем она здесь разговаривала? Вот только с Антией Кустовой. С Хетой. Она видела же? Нет, нет, скажи, с Хетой тут не было. Молодая хозяйка одна была. Так я и знал. А чем она говорила с хозяйкой? Господи, ну почему же мне знать-то? Ну, наверное, обещала уехать. Ну, меня-то при их беседе не было. Откуда ж ты знаешь, что она обещала уехать? Ой, господи, ну, молодая хозяйка сказала, что Мальвина обещала уехать. Что она тебе говорила? Ну, что еще? Что? Чтобы мальчик сам остался. Разве Мальвина обещала сына здесь оставить? Господи, ну, а чего же мне знать-то? Ну, хозяйка дала мне денег. А вы у меня их не отнимете? Как мне прожить без них старому человеку? Ведь мне от пиренезащититься. Не кормилица, нет. Одна ведь я оставила с хозяином дорогой. Мальвине, она тоже дала деньги? Нет, нет, нет. Она сказала, Мальвина не взяла. Ступай, Юсик, ступай. Иди домой, иди. Если узнаешь что-нибудь нового о Мальвине, придешь сюда, приползешь хоть из последних сил. Поняла? Да, я поняла. Поняла, хозяин дорогой, только вы, хозяйки, ничего не говорите. Я ведь клятву святую даму обещала молчать. А теперь ведь я из-за вас клятву преступницей дала. Иди, иди, ну, иди, ступай, ступай, ступай. Анти! Кустова! А я вам верил. А вы оба меня обманули. И вы хуже, чем Хеота. Какая подлость. Мальвина была здесь перед своим уходом. Что ей наговорили? Вы все убийцы. Боже мой, Юханя. Ловис очень хорошо с ней поговорила. Вы же убили ее. Вы ее уничтожили. Анти Кустова, оставьте нас. Я сама поговорю с Юханей. Вы ни в чем не виноваты. Так. Значит, это ты. Твоих рук дело. Да, я попросила Мальвину уехать, и она уехала. Ребенка я попросила оставить здесь и обещала заботиться о нем. Твои когти. Можно было бы догадаться. Ты погубила ее. Каждый борется за свою жизнь, как может. Мальвина слабая. Она отказалась от тебя. Ты знаешь, где она? Возможно. Ты мне скажешь, где она. Зачем? Хочешь привезти обратно? Это уж мое дело. Я твоя жена перед Богом и людьми. Она моя невенчанная жена, и на ее стороне нет закона, кроме меня. А у меня душа болит за нее. В деревне много девок, если тебе одной жены не хватает. Вам, мужчина Низковуори, одной женщины, видно, мало. Ловися. Не заставляй меня говорить лишнего. Я как в аду. По-моему, ты меня в ад привел. Ловися, будь милосердна. Меня обвенчали с тобой с Низковуори. Ты сделал меня хозяйкой Низковуори, я хочу быть достойной ее. Хочешь брать на себя дело всей страны, указывать дорогу другим, а свою жизнь наладить не умеешь. Господи, если бы я мог вынуть тебе свое сердце и показать, что в нем делается. Мальвина ушла из твоей жизни. Думай о своем деле и долге. Так вот, что я тебе скажу. Ты хозяйка Низковуори. Я буду искать Мальвину до тех пор, пока не найду ее. Ты не приведешь свою любовницу в этот дом. Ты поклялась мне в покорности. А ты в верности. Нет. Ты что, взяла на себя право вмешиваться в мои дела? Да может, я о Мальвине думаю, когда сплю с тобой. Замолчи, зверь. Я должен переболеть Мальвиной, пока это не пройдет. Тебе это понятно? Хочешь идти за этой женщиной? Иди. Я останусь здесь. И я клянусь тебе, Юха, не Низковуори, что буду жить так, что люди будут меня уважать, а тебя презирать. Я-то сумею жить без тебя. Я некрасивая и черствая. Я, который твои сестры и родственники презирают, буду жить по-своему. Буду строить жизнь этого дома и во веки веков. Аминь. Где Мальвина? Где Мальвина? Этого я тебя не скажу, хоть убей. Да. Ладно. Я себя убью. Сделай это, и я буду лгать твоим детям на твоей могиле, что здесь покоится их любящий, их благородный отец. Ах, как ты умеешь ненавидеть. И это с тобой я должен прожить всю свою жизнь. Лучше умереть. Слышали, как Ленсмаша удивлялась на аукционе, что лучшую мебель не сковоре увозит. Вот теперь не сковоре покушен на настоящий господский дом. А чего ж тут удивляться-то? Наш хозяин, депутат Сейма. Это повыше будет, чем какой-то там Ленсман, который приехал сюда в залатанных штанах, а теперь он корчит из себя господина. Скажите, как наш управляющий осмелел? Так о Ленсмане говорит, прямо ужас какой-то. Ты что здесь торчишь, Лиса? Ступай-ка на кухню. Да я уж и сил выбила, что здесь, что там. Ну что ж, я вижу, все готово для приема. Хозяина только не хватает. Что ты там болтаешь? Юха не скоро придет. Уже десять. Звонят в колокола. Ну и что? Гости скоро приедут, по крайней мере, Ленсман. А ты-то как выглядишь, Ловиса? А делай бы что-нибудь получше. Впрочем, если хочешь, я сама могу принять гостей. Тебе полезно будет поучиться. Смотри, Ловиса, как Хета будет принимать гостей. Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа. Я бесконечно рада видеть вас в нашем нискворе. Боже мой, я схожу с ума. Замолчи, Кустова. Может, на чердак отправишься бредить? Здесь что, разве место для зеркала? Сколько раз надо говорить? Что, забыла, где оно в дворянском поместье висело? А у нас оно будет тут. И в это зеркало я буду видеть, какая я некрасивая. Но ничего, верно, мои дети будут получше. Приятно ставить что-то на место и знать, что так оно и останется. Вехеля, зачем работники пришли в такое время? Ждут хозяина. Он велел им прийти с утра, А самого все нет и нет. И мне ничего не сказал. Когда же он придет? Идите и скажите им, пусть приходят завтра. Сегодня хозяину некогда с ними заниматься. А сам я уезжаю к пастору встречать гостей. Ида, отнесите это. Сейчас я приду примерять платье. Господи, Анти, ты что-нибудь знаешь? Никто не видел Юхани. Я и у Юзы был, он туда не заходил. Сейчас так же бесследно, как и Ловиса недавно. Я не просила вас искать себя. Зачем ты Юхани разыскиваешь? Я же запретила тебе это. Где он? Где он пропадал всю ночь? Он же с ружьем пошел. Я уходила и вернулась. Голод не тетка. Когда в этом доме будет спокойно. Ловиса, что у вас произошло? Это касается только меня и Юхани. В пять приедут важные господа. Что мы им скажем, если Юхань не вернется? Как мы им объясним? Проклятые женщины. Послушайте меня. Если Юхань не придет сейчас домой, даже если он никогда в жизни не вернется вниз к воре, ничто не должно измениться. Мы сможем жить и без него. Дом стоит. Хлеб растет на полях. Здесь растут его дети. Пусть он ушел, мы останемся. Смотрите, как быстро она здесь освоилась. Какая ты бессердечная, Ловиса. Что мы скажем людям? Ну, хотя бы то, что с ним что-то случилось в лесу, и его разыскивают. Я хозяйка низкого воре. Анти будет на месте Юхани. Вот и все. Боже мой, как ты жесток. Бедный Юхань. Мужчина, который убегает из дому, не мужчина. А если он умер? Тогда он ушел, а мы остались. Всегда вы в лес убегаете, а мне вас искать. Послушай, Кустова. Ты никогда не убегай в лес. Оттуда так трудно возвращаться. Под елеме темно и сыро. На берегу озера пахнет гниющим тростником. И когда занимается серый день, когда закоченевшая медленно поднимаешься с камня, кажется, что будто встала из могилы. Не убегай, Кустова. По крайней мере, прихвати с собой теплый платок. Ведь и Юхани захватил с собой кепку и куртку. Это очень утешительно. Господи. Ну почему мы все время убегаем в лес? Потому что в озеро бежать опасно. Если вы не прекратите, я брошусь в озеро или закричу. Не могу больше. Откуда такая у нашей семьи взялась, что не может больше? Ведь матушка такая целомудренная была. Не дразнись, хета. И черт побери. Делайте что-нибудь. Не сидите, как парализованные. Это еще что такое? Новая мебель. Только что успели расставить. Красивая, правда? И зеркало смотри, как хорошо подходит. Ида говорит, что у нас теперь просто как в господском доме. Кустова, подай Юхани кофе. Гости скоро будут. Сейчас. Хорошо, хоть не нужно врать, что ты заболел. Ну, вот что вы собирались. Я поправился. Я совершенно поправился. Боже мой, ты же пьян. За ерунду Кустова болтает. Я поправился. Зал хороший. Хозяин Пригожий. И полно водки и меду. Ты соображаешь, что ты натворил? Ты что? Ты что, забыл, что приедут гости? И ты вечером должен речь сказать. Ну, пусть приедут, пусть. Ну, и номер ты выкинул. Юхани Нисковори не выкидывает номера. Юхани Нисковори показывает, кто здесь хозяин. Иди, выспись, Юхани, ты же пьян. Чтобы меня, настоящего мужика из собственного дома, выгоняли. Это что за чертовщина? Не будет этого. А ну, прочь! От меня все бабы! У меня в кармане ключи от царства небесного. И в моей душе горит адский огонь. И мне плевать на всех баб. Ты понимаешь, хозяйка, что я Юхани Нисковори. И бабы мной распоряжаться не будут. Юхани, я здесь Юхани. Что такое? Анти, возьми у него ружье. Хета, принеси черный кофе. Ты должен протрезветь, Юхани. Сейчас я такую пальму открою, что чертям станет тошно воду. Кустово, поди, посмотри, баня еще не остыла. Ты должен протрезветь, Юхани. А я не хочу протрезветь. А я тебе хочу сказать правду, настоящую правду. Хозяйка Нисковори, я тебя в дугу согну. Вот так вот. И буду держать тебя в повиновении. Малин. Не забывай, Саюхани. Малин. Ты депутат Сейма. Не позорь свой дом и семью. Это ты меня опозорила. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ничего, ничего, все образуется. Только бы ты протрезвел, Юхани. Вот кофе. На, выпей кофе. Уберите против меня. Мое сердце умерло. Умерло мое сердце. Выйди. Опомнись. Посмотри. Юха, не посмотри, на кого ты похож. Я похож. Я похож на убийцу. Я убил себе что-то такое, чему нет места в нискворе. Я убил себе то, что выше человеческого разума. За что люди отдают свою жизнь. Будь я проклят. Я не могу умереть. В нискворе руки на себя не накладываю от Юхани. Во всяком случае, из-за молочницы. Это правда. Но они живут. Рядом с чужой женщиной. Это, принеси мне еще водки. Ты должен протрезветь Юхани. Ваня, теплые антипроводители. Отекай, шопекай из меня. Баба, баба. Алоиса не боится. Да, я не боюсь. Ты должен еще речь подготовить. Эй, терять себе какое дело? Мальвина! Давай, давай. Анти, помоги. Идем Юхани. Идем. Расставь меня. Боже мой, что будет? Ловиться не будь так жестоко. Разве я жестока? Я люблю его. А он топчет меня ногами. Черт побери, всего четыре часа, а гости уже едут. Юха не проснулся? Да нет, я вылил на него целый ушел в воду. Анти, его нужно поднять во что бы то ни стало. Иди. Да иди сама. Он и так чуть не отколотил меня. Что же это будет, если он пить начнет? Анти, одна пьянка мужика не повалит. Ты, кстати, тоже был пьян. Да, да, да. На матушкиных похоронах. Мои лихи считать начинаешь. Кустова, ловися. Все. К гости, пожалуйста. Возьми ружье. Нет, я не буду к нему прикасаться. Иди от этого куда-нибудь подальше. В этом доме никогда не знаешь, что может произойти. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Аманда. Бонгрухи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать вниз к Воре. Добрый вечер. Как здесь шикарно. Вот что значит деньги. Какая мебель. Вот что значит иметь деньги. За деньги все можно приобрести. Шарма. Этот дом прямо не узнала. Какое зеркало. Лепезан аванс. Аманда, дорогая, у вас такое дурное произношение. А где же хозяйка? А где хозяин? Скоро придет. Он готовит речь. Да, я слышал, здесь будут господа сенаторы. Да. Анти поедет за ними к пастору. Приятно будет встретиться с ними. Здравствуйте, господа. Рада принять вас в низкого Воре. Здравствуйте, Ловейса. Поздравляю, ваш муж стал депутатом Сейма. Благодарю. Бонжур. Добрый день. Какое прекрасное платье шила вам мыда. Сетро бува твой бьян. Здравствуйте, Аманда. Да, Ида прекрасно шьет. Помните, я бывал у вас, когда ваш отец купил дом в Павлово. Да, у Ловисы очень хорошая память. Недостаточно хорошая. Забыла подать гостям кофе. Хето, сделай, пожалуйста, это. Ну, что же будет? Конечно. Где Юха, не пойди, узнай, что с ним. Там Анти. Фуркуаля Птит Кустова такая беспокойная. Суженый придет. Ида, Лейса, прошу вас. Бонжур. Здравствуйте. Бонжур. Коменсава, Игорь. Мерси, Буку. Сава, треви. Благодарю вас. Где Юха, пойди за ним. Сама иди. Добрый день, господа. Добрый день. Добрый день. Рад видеть вас в низковое. Простите, что задержался. Рад вас видеть. И он услышал звон бока. Рад вас видеть, господин судья. Рад видеть. Рад вас видеть. Рад вас. Рад вас. рчур 있는 богатого языка. О. Ваше здоровье, господа. Пью за шведский язык. За язык моей культуры. Но все-таки мне интересно будет встретиться с сенатором Мы не виделись с ним со студенческих времен Помнит ли он меня? Господин судья Ну все-таки скажите, интересно Что вы нашли такого волшебного в шведском языке Что только он вам годится, как язык культуры? Да-да Какую культуру можно развивать на финском языке? Ведь на этом языке нет ни одного учебника Жан, не надо, что вы все о финском языке Все то рыбль, это такой пустой язык Ни литератур, ни культура Конечно Мы для них ведь только дикари Которым из Швеции привезли благо культуры и язык Калевала и Канталитар для них просто экзотика Ну если говорить правду, то это этнографические курьезы Ну а я что говорю? Ну вот, мне недавно сказал один молодой человек Что на финском языке даже о любви писать невозможно О любви не знаю Но как язык юриспруденции финский невозможно Вот С этим уж вы должны согласиться Господин судья Давайте говорить все-таки правду Ведь дело не столько в языке, сколько в говорящих на нем Когда простой финский народ получит образование на финском языке Он почувствует себя хозяином этой страны И отберет у шведских господ их привилегии В этом доме не все благополучно В приходе много говорят о грехах хозяина Вы обратили внимание, как он поздоровался со своей женой? Дорогая Аманда, это не деликатно Аманда ни слова больше Приходят, говорят, много лишнего Мальвина, моложе Тихо Господа, пожалуйста, берите вино Спасибо Пожалуйста Благодарю Предлагаю Выпить Започтенных гостей Спасибо Приветствую вас в низкой воле, господа Господин судья Не нужно сердиться Вчеркнемся, хоть у нас разные точки зрения Правильно А я предлагаю тост за финский язык И за молодого депутата Сейма За его прелестную супругу Пью за эту молодую семью За счастливую молодую пару Разрешите мне присоединиться к этому тосту Пусть любовь и счастье процветают в этом доме Как хорошо сказано Благодарю вас, господа Пользуюсь случаем, чтобы выразить признательность Моей жене, которая мужественно взвалила на себя Тяготы беспорядочного дома Низка Уори с его беспечно бродящим хозяином Только благодаря ей Я имею возможность больше времени посвящать нашему общему делу За молодую хозяйку Низка Уори Как это трогательно Слезы меня душат Поздравляю Польза Как дела, заместитель хозяина Низка Уори? Заместителя больше нет Потому что Лоиса сама справляется с хозяйством Когда Юханев в Хельсинки Да, кстати, чем закончилось дело С той девушкой, которую ты разыскала? Она что, нашлась? Вы имеете в виду нашу бывшую молочницу Мальвину? Да, да, ее А что же ты мне, Анти, ничего не сказал? Анти, что за хозяйские замашки? Ну, обидно было, что от нас сбежала молочница А мы ее учиться посылали Вы имеете в виду ту Мальвину У которой ребенок здесь родился Пастор очень переживал, что девушка не приходила исповедоваться Хотя он ее очень звал Мальвин очень несчастный человек Бедняжка часто жаловалась мне на свою судьбу Один наш работник, ну, просто прохода ей не дает А у нее жених на севере Вот я и послала ее на север к своим родственникам Про нее тут всякие ведь слухи ходили Кого только не считали отцом ее ребенка Вот даже Анти нашего обвиняли Мальвин очень переживала из-за всех этих сплетен О, Господи Кажется, даже я и Юханю забыла написать об этом в Хельсинке Да, забыла Вот что получается, когда хозяйка становится хозяином Но я недавно получила письмо от Мальвины Бедняжка соскучилась Она просит принять ее обратно Я согласна Не надо Если уж уехала, пусть там и остается Ты хочешь сказать, что в деревне и другие молошницы найдутся? Может быть, ты возьмешь на себя обязанности Мальвины Ну, это слишком В таком доме у хозяйки дел достаточно Вот и закончилась эта история с молошницей Кстати, в последнее время участились случаи нарушения контракта Народ распустился Да, и прислуга не в состоянии справиться с домом так, как это сделает молодая хозяйка, приведенная в дом Едут, ну, едут со стороны церкви, во дворе полно людей Давайте пойдем встретим их Давайте встретим сенатора криками «Ура!» Ида! Ура! Ура! Еду с ума! Ловиса, я так рада Перестань, Кустова Ида, соберите чашки Кустова, помоги ей Я соберу стакан Ловис Ловис, а ты тоже должна идти встречать Ты ведь понимаешь, что я не хочу потерять свой дом, свое место из-за двух женщин И я не хочу потерять свой дом из-за одного мужчины Я образумился Может, со временем я стану настоящим мужчиной Если ты мне поможешь Я помогу Ну, я человек Я падаю, ошибаюсь Стою и опять веду борьбу с жизнью Но мне нужно много места Вот, вот что я тебе скажу, Юхань Нам дана жизнь, чтобы мы защищали ее кулаками и дубинками Я это делала Пойдем, ловися Пойдем Ты целуешь меня, словно я не живая Ловися Пойдем, пойдем О, Господи Дай мне любовь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok